Приветствую вас! Меня зовут Наталья Вячеславна, и я преподаватель курсов Тьютор Онлайн. А преподаю я русский язык и приглашаю вас к себе на курс по подготовке к ОГЭ. Ну, конечно же, курс ОГЭ охватывает все темы, которые только существуют в этом экзамене. Мы обязательно подготовимся досконально по каждой из них. И сегодня я вам хочу привести, ну, скажем, такой мини-пример одного из пунктиков задания. К сожалению, все задание не покажу, ибо, как правило, даже чтобы решить одно задание, нам надо потратить несколько занятий. Подготовиться мы будем с вами серьезно. И, в общем-то, будем стараться достигать максимального результата. Кстати, про результаты. В 2022 году средний балл. Средний, обратите внимание, балл наших учеников по русскому языку составил 4,7 балла. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вы присоединились к нашей большой дружной компании, и этот балл помогли нам повысить. Ну, а как мы это будем делать? Будем решать постепенно задания, разные сложности, прям вкапываться в них серьезно, разбираться в чем там самая соль. Даже самые неожиданные задания не должны будут вести в вас какой-то ступор, быть для вас какой-то неожиданностью. Итак, сегодня у нас на повестке дня задание номер один. Это задание связано с синтаксическим анализом. Что такое синтаксический анализ? Ну, это, как правило, члены предложения. Синтаксический анализ ОГЭ обычно предполагает знание вами основы, как правильно выделять основу. В принципе, это уже задача не из легких. Мы привыкли, что основа, ну, она выглядит типа как-то так. Динозавр гулял по парку. Динозавр подлежащее, что делал гулял. Сказуемо. Или солнце золотило горы. Солнце подлежащее, что делало золотило. Сказуемо. Да, чаще всего так и бывает, но есть масса других предложений, скажем, односоставных предложений, где нет подлежащего или, скажем, нет сказуемого. Предложений, в которых подлежащие и сказуемо выражены. Как-то очень интересно, например, неделимым сочетанием. Несколько динозавров. Да, может вполне такое быть. И вот, скажем, несколько динозавров тогда нужно подчеркивать как единое подлежащее. И, в общем-то, все другие эти случаи мы тоже обязательно будем проговаривать. Но сегодня я хочу поговорить не про это. Хочу поговорить про одну интересную часть речи, которая может внести значительный раздрайв в наши мысли, ибо эта часть речи может быть любым членом предложения. Говорить мы сегодня будем про синтаксическую функцию инфинитива. Посмотрите, он может быть и сказуемым, и подлежащим, и дополнением, и определением, и обстоятельством. Поэтому, в общем-то, вот это вот наше клише, что глагол это сказуемое, здесь в значительной степени будет разрушаться. Конечно, как я уже сказала, поскольку инфинитив может быть любым членом предложения, то и сказуемым, естественно, он бывает. Но, кстати говоря, не так уж и часто. Ну вот, например, вам не видать таких сражений. Не видать, это здесь единственное, что есть от основы. То есть это односоставное предложение. Не видать сказуемое. Спорить с ним не мог я, подлежащая, не мог спорить. Обе глагольные формы здесь выступают в роли сказуемого. Или вот, Лиза решила сопровождать. И решала, и сопровождала все та же Лиза. Поэтому, конечно, это сказуемое. Значит, обратите внимание, если инфинитив будет сказуемым, то все действия выполняет один и тот же человек. Кстати, гораздо более, ну, скажем, редкая и наиболее частая ошибка, это то, что вы не видите, когда инфинитив является напротив подлежащим. Для нас это немножко так вот ломает стереотипы. Ну вот, взгляните. Повторять да учить, ум точить. Повторять и учить, это инфинитивы. И они здесь выступают в роли подлежащего. Или вот, скажем, смеяться полезно. Смеяться это тоже подлежащее. Полезно в данном случае будет сказуемым. Значит, как мы определим, что, скажем, не точить подлежащее, а именно повторять да учить. Не полезно там подлежащее, а смеяться сказуемо, а наоборот. Запомните один прием. Вот, посмотрите на нашу капризулю. И по этому предложению будем стараться, ну вот, выработать такую вот зоркость синтаксическую. Капризничать плохо. Вот такое у нас есть предложение. И как видите, подрисовано слово это. Вот где вы можете подставить это, там и сказуемое. То есть сказуемое дружит со словом это. В противоположной стороне будете искать подлежащее. То есть здесь все вот так вот зеркально будет отражено. Капризничать подлежащее. Это плохо. Сказуемое. Очень часто между такими подлежащими и сказуемыми, немножко перевернутыми, будет стоять тире. Но здесь уже такой пунктуационный момент. Не всегда. Если есть слово это, то да, встанет всегда. Или вот другой пример. Учиться. Это полезно. Мы увидели слово это. Значит там сказуемое. Подлежащее с другой стороны. Вот и получается учиться подлежащее, а полезно это сказуемое. Так. Или, например, такое предложение. Это удивительное занятие. Лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Здесь уже предложение посолиднее. Чтобы мы учились искать вот эти грамматические основы уже в более громоздких таких композициях. Посмотрите, пожалуйста, здесь слово это стоит на первом месте. Ну так значит там в первой части предложения и поищем сказуемое. Помните, да, что это всегда указывает на сказуемое. Занятие. Лежать. Лежать это занятие. Если мы опять перекрутим все, то получится все то же самое, что и с предыдущими примерами. Итак, запомнили, где это, там и сказуемое. Подлежащее, поищи с другой стороны. Очень часто в таком случае подлежащее будет, конечно же, инфинитив. Значит, другая роль инфинитива это дополнение. Вот здесь вот, кстати, ошибок, мне кажется, еще больше, чем с подлежащим. Дело в том, что, как правило, инфинитив будет являться дополнением, если он обозначает действие другого объекта, предмета по-русски в грамматике. Но вообще, как правило, это какой-то другой человек. Вот посмотрите, пожалуйста, на примеры. У нас вот эти смайлики будут обозначать разных людей. Желтенький это один человек, фиолетовенький это другой человек. Он, важно, сел и пленника подвесть велел. Посмотрите, он что сделал? Велел и сел. Это у нас желтенький, да, кто-то первый. А вот подводить-то уже будет кто-то второй, правда? Вот я это отметила фиолетово. Поэтому инфинитив, который выражает это второе действие другого человека, и будет, собственно, дополнением. Давайте посмотрим еще один вариант, чтобы стало немножко яснее. Генерал Муравьев приказал стрелять. Итак, что делал Муравьев? Муравьев вообще-то приказывал. Поэтому приказал, это будет сказуемое. А вот уже стрелять будет не Муравьев, а тот, кому он приказал, правильно? То есть другой человек. Значит, стрелять, это уже другое действие другого человека. И к подлежащему никого отношения не имеет. Это дополнительное действие, то есть дополнение. Давайте рассмотрим еще несколько примеров. Учитель предложил решить тест. Посмотрите, учитель предложил, а тесты решать будут дети. То есть получается, учитель предложил грамматическую основу, а дополнительное действие это решить. Решать будут ученики. Или вот, пожалуйста, типичная ситуация. Папа попросил помыть посуду. Папа просит. А мыть-то посуду будет уже не папа, правда? Поэтому папа попросил, это основа. А дополнительное действие будет выполнять, например, его сын. Мачеха велела вымести дом. Мачеха велела и пошла по своим делам. А дом-то выметать будет уже вот золушка, правильно? Значит, это дополнительное действие. К мачехе никакого отношения не имеет. И поэтому вот частая ошибка, что мачеха велела вымести, подчеркивает как сказуемое, ну вот не должна появляться в ваших, по крайней мере, работах. Следующая функция инфинитива, которую мы рассмотрим, это инфинитив в роли обстоятельства. Здесь нам будет помогать такая картинка в виде движущегося человечка, бегущего. Дело в том, что инфинитив бывает обстоятельством обычно при глаголах движения. Ну, например, ехать, ходить, бежать, отправляться. Это все глаголы движения. Обычно глагол движения преследует какую-то цель. И именно вот эта цель движения, это и есть наше обстоятельство, обстоятельство цели. Давайте рассмотрим примеры. В эту школу ездят учиться из разных стран. Ездят, это будет у нас сказуемое. Это глагол движения. Ездить. Ездят с какой целью? Учиться. Значит, учиться это обстоятельство цели. Видите, инфинитив. У нас здесь обстоятельства. Или я поеду разузнать новости. Опять-таки, поеду глагол движения. С какой целью? Разузнать. Обстоятельства цели. Мы вышли. С какой целью? Погулять. Обратите внимание, это работает только с глаголами движения. Еще несколько примеров. Золушка поедет танцевать. Поедет глагол движения. Танцевать. Цель движения. Или, например, папа отправился покорять вершину. Папа отправился. Движение. Цель движения. Покорять. Фермер побежал собирать помидоры. Фермер побежал. Это, конечно, глагол движения. Побежал с какой целью? Собирать. Инфинитив. Опять-таки, в роли обстоятельства. Ну и последний пример. Мальчик поехал рыбачить. Поехал. Опять-таки, глагол движения. С какой целью поехал? Рыбачить. Так что, вот, обратите внимание, тоже очень часто здесь и инфинитив, и глагол подчеркивают как сплошное сказуемое, что будет, конечно, здесь синтактической ошибкой. Итак, инфинитив у нас остался еще в роли определения. Довольно, наверное, ну, мне кажется, ломающая такая стереотипа функция инфинитивная. Но, тем не менее, довольно-таки часто мы именно в качестве определения, то есть слово, отвечающее на вопрос какой, какая, какое, и используем эту часть речи. Посмотрите. Была у него заветная мечта. Мечта какая? Перебраться в столицу. У меня есть желание. Желание какое? Поехать в отпуск. Он дал строгое приказание. Приказание какое? Не выпускать ее из комнаты. При этом здесь нашей подсказкой, такой мнемонической, будет вот эта лампочка, обозначающая какую-то идею, мечту, какое-то желание. То есть какое-то такое ментальное действие. Действие, которое мы не делаем, видимо, да, вот как глагол движения, там, бежать, ходить, а которое происходит у нас в голове. Мечтать, хотеть, желать, думать, приказывать, ну, что-нибудь такое. Вот. Поэтому обратите внимание, обычно инфинитив является определением рядом с такими словами, как я уже сказала, ментального действия. Давайте посмотрим несколько примеров, чтобы стало понятнее. Возникла идея построить дом. Посмотрите, идея возникла какая? Построить дом. Появилось желание отдохнуть. Появилось желание какое? Отдохнуть. Видите, то есть все, что связано с головой, обычно выливается в инфинитив в виде определения. Ну что, давайте попробуем разобрать несколько предложений самостоятельно, буду вам немножко помогать. Итак, мысль не застать ее в Пятигорске молотком удуряла мне в сердце. Мысль какая? Не застать. Что это такое? Это, конечно, определение. Видите, есть ментальное действие и красиво ставится вопрос, какой. Доктор рекомендовал мне больше двигаться. Обратите внимание, сколько здесь у нас по логике действующих лиц. Я думаю, что есть доктор и есть я, пациент, скорее всего, да? Поэтому посмотрите, что получится. Доктор рекомендовал, а двигаться-то уже буду я, то есть другой человек, то есть есть еще дополнительный у нас здесь деятель. Значит, это будет дополнение. А едем мы теперь искать Полицына. Едем – это что такое? Это глагол движения. Значит, при глаголе движения должно быть цель движения. Едем с какой целью? Искать. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Посмотрите. Следовать, если мы сократим предложение, это такая наука. То есть, в принципе, мы можем подзаменить наше есть на это, и получится то, о чем я говорила в самом начале. Подлежащее с одной стороны, а это вместе со сказуемым с другой стороны. То есть здесь инфинитив, это подлежащее. Мы сейчас разобрали только функцию инфинитива. Конечно же, когда мы говорим про синтаксический анализ предложения, нам нужно говорить еще о многих вещах. И о приложении, которые иногда путают с подлежащим. И о подлежащих, выраженных неделимыми сочетаниями. И что нельзя с этим делом путать. И о многих-многих других факторах. Об этом, конечно, поподробнее мы поговорим на нашем курсе. И я надеюсь увидеть вас среди моих учеников. Курс будет проводиться с сентября в формате онлайн. В курсе также предусмотрен чат, который длится весь урок. И мы с вами в этом чате сможем решать какие-то задания. Вы сможете задать вопросы, волнующие вас по теме, конечно же. Ну и очень приятный бонус это то, что наши записи будут доступны вам еще потом в течение почти года. Вы можете всегда пересмотреть занятия, если вдруг какая-то тема показалась вам сложноватой. Или, например, если не смогли присутствовать на онлайн занятии, позаниматься уже в оффлайн режиме. Ну а для тех вопросов, которые, может быть, не касаются данной темы, ну или просто за жизнь, можно поговорить в телеграм-чате, который будет доступен вам 24 на 7. Задать вопросы преподавателю и, скажем, куратору, кстати, который тоже будет вам полагаться, как такой проводник в мире онлайн школы. Вы можете всегда задать ему вопросы технического характера, ну любые другие, которые вас волнуют, он всегда придет вам на помощь. Помимо куратора у вас еще будет психолог, онлайн-консультации, различные полезные видео, наставления. Все это, конечно, не будет лишним, когда вы готовитесь к такому стрессовому мероприятию, как экзамен. До конца августа действует промокод Курс500. Воспользуйтесь им и станьте участниками группы онлайн подготовки к ОГЭ. Очень жду вас среди своих учеников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok